Аплодисменты 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 Исламское государство распространялось в пределах от Западного Китая, реки Инда и вплоть до Северной Африки и Испании. Роль Ирана в научном, философском и культурном развитии подчеркивалась его географическим положением и наследием. С помощью китайских методов получения бумаги были переведены и распространялись по большинству населенного земного шара китайские, индийские и другие рукописи научного и философского содержания. Иран сыграл и будет играть важную геополитическую роль в коммерческой и дипломатической деятельности мира, как перекресток. Иран делает серьезные усилия для возобновления шелкового пути к началу третьего тысячелетия. В частности, был открыт в присутствии президента Рафсанжани тогдашнего участок дороги, примыкающий к древнему шелковому пути. Это произошло в мае 1996 года в присутствии представителей 45 стран всего мира. Айатулла Рафсанжани, тогдашний президент, заявил, что шелковый путь был торговым путем, предназначался для товаров, но сыграл важную роль в культурном, социальном и художественном развитии. Возрождение этого пути, благодаря конструкции железной дороги, соединяющей Персидский залив с Аракхом и Тайджаном, позволит снова соединить Китай с Центральной Азией через Иран и продолжить усилия Ирана по расширению шелкового пути. В 1998 году Иран завершил строительство северо-западного пути из Тевриза в Ван, находящийся в Турции. Таким образом, новый шелковый путь снова примкнул к Европе. В 2001 году новая линия соединила внутриматериковую Центральную Азию с Персидским заливом. Иран, кроме того, завершил строительство железной дороги до пакистанской границы. В настоящее время сооружается коридор север-юг между Россией, Ираном и Индией через Армению и Кавказ. Сейчас из Индии проводится ветка для соединения Юго-Восточной Азией через индийский субконтинент с Северной Европой. Создание этой сети железных дорог для коммерческого транспорта на мировом масштабе позволит на целые недели сократить, по сравнению с морскими путями, передвижение между Западом и Востоком, а также Севером и Югом. С самого начала сооружения этих дорог и возрождения шелкового пути поддерживалось иранскими властями с целью экономического роста и развития дипломатических отношений. Как указывалось на церемонии инаугурации в 1996 году, Айатулла Рафсанджани пожелал, чтобы шелковый путь явился дорогой мира и дружбы. Исламская республика Иран, кроме того, приветствовала недавнюю инициативу президента Китая Си Цзиньпина по созданию экономического пояса вдоль шелкового пути. Президент Рухани после встречи с президентом Си в Шанхае заявил прессе, что Китай в настоящее время является крупнейшим иранским партнером. У нас много соглашений с Китаем по международным и региональным вопросам. Мы согласились совместно продвигать идею возрождения шелкового пути. В прошлом Китай участвовал вместе с другими странами вдоль шелкового пути в развитии культуры, экономики и торговли. А также в других областях, например, энергетика и транспорт. Эти связи между Китаем, Ираном и другими странами региона можно возобновить. Поэтому план шелкового пути и прилегающего экономического пояса должен состояться. В прошлом месяце заседание ШОС в Душанбе, в Таджикистане, напомнило о возрождении шелкового пути. Мир нуждается в мире и дружбе. И как представитель благотворительного фонда по особым заболеваниям, мы свидетельствуем об отрицательном влиянии санкций на здоровье народа. Мы должны перейти к активным действиям за мир во всех аспектах человеческой жизни. Наш фонд соответствующим образом отреагировал на озабоченность и передает голос больных, выступающих за мир и за осуждение всяческих санкций против невинных людей. Также в качестве генерального секретаря Ассоциации женщин Ирана, я заявляю, что мы всегда стремились сотрудничать с другими неправительственными организациями за мир и права женщин. В том числе в социальной и культурной областях, а также содействовать процессам развития их обществ для решения проблем, стоящих перед женщинами. Уважаемые слушатели, Шилеровский институт, за которым стоит история замечательных усилий по поддержанию и обеспечению мира и прогресса для всех народов, который борется за мир, против насилия, выдвигает инициативы за уважение человеческих прав и достоинства, в состоянии развить общественное мнение, продвинуть его к пониманию необходимости всемирного мира. Благодарю вас за внимание.